О должниках и методах их поимки рассказал журналистом руководитель службы судебных приставов Николай Горбушин. В минувшем 2013 году сотрудники ФССП окончили 143 исполнительных производства, взыскали 1 миллиард 600 миллионов рублей с нарушителей ПДД, алименщиков, налогонеплательщиков и взяточников. Заставить должников платить становится все сложнее. Пока, отмечают парадокс приставы, побудить заплатить по счетам можно только ограничив должнику выезд за границу. Одна женщина, я не помню сейчас по какому району, ограничили ей выезд. А до этого она была судима за алименты. И выводов не сделала все равно, не работала, алименты не платила. Ограничили выезд за границей. И она пришла и выложила там 1250, по-моему, счет погашения долга. Несколько тысяч ивановцев при долгах отпуск проводили в пределах родины. Должники из года в год становятся все более изощренными в попытке скрыть свое имущество и доходы. Работа приставов превращается в сыскное дело. Имущество свое должники якобы дарят, но сами продолжают им пользоваться, играя на нервах у взыскателей. Приставы ждут изменений в федеральном законодательстве, чтобы иметь право подавать иски в суд, а признание сделок дарения или купли-продажи фиктивными. На сегодняшний день закон прописан таким образом, что с таким заявлением может обратиться только взыскатель. Он, бедолага, так уж набегался в суде. Еще ему, так сказать, в стадии исполнительного реализации этого судебного решения, что некоторые, отчаявшись, махнут рукой и уже крылья сложат и не идут никуда. В регионе осталось еще несколько предприятий, имеющих существенные долги по зарплате сотрудникам. К ним относятся спиртзавод «Петровский», обл. «Лесхоз», фабрика «Красная Заря». Предприятия эти имеют задолженность по зарплате в 44 миллиона рублей. И перспектив на взыскание этих сумм, к сожалению, нет.